Июнь, день 24, 7 июля по новому стилю. Синоксарь на Рождество святого Иоанна, Претечи и Крестителя Господня. Когда незаходимое солнце славы, Спаситель наш, восхотел воссиять миру и уже преклонил небеса и вселился в чистейшую девическую утробу, в это самое время должно было совершиться от неплодной рождения Деницы его, святого Иоанна Претечи. Ему, как правозвестнику, надлежало предшествовать явлению Господа, проповедуя и говоря «идет за мною сильнейший меня». И вот когда исполнилось святой Елисавете время родить, она родила сына в старости своей, а замоторевший утробы, как в древнейшие времена родила Сара и Саака, так одно чудо предваряет другое. Прежде чем Дева рождает Христа, замоторевшая во днях своих рождает Претечу Христова, чтобы видевшие сверхъестественное рождение от состарившейся, поверили и при естественному рождению от небрачной девицы и сказали себе «Всемогущая Десница Божия, разрешившая неплодство старицы, сильна и нетленную Деву содела чистую матерью. Потому-то чудесному рождению Спасителя предшествует чудесное рождение Претечи. Этому надлежало быть для того, чтобы одним чудом приготовить мир к восприятию другого чуда. Увидев матерь, замоторелую во днях своих, люди становились более способными к лицезрению Преснодевы, родившей сына. Сделавшись свидетелями дивного рождения от престарелой Елисаветы, они приуготовлялись к вести о странном рождении Христа от Девы. Ибо в том и другом событии, по воле всемогущего Бога, кой ему повинуется всякое естество, способ рождения победил естества уставы. Когда Елисавета родила Претечу Христова, то все ее сродники, соседи и знакомые, услышав об этом рождении, радовались вместе с нею, потому что Господь соделал ей великую милость, отнял у нее поношение бесчатства. Так исполнились слова Благовестника Божия Архангела Гавриила, который говорил Захарии, «Жена твоя Елисавета родит тебе сына». И многие о рождении его возрадуются. Тогда радовались как сродники Захарии, так и те, кто с великим желанием ждал Мессию Избавителя. Ибо хотя они не знали о совершившейся уже тайне воплощения сына Божия, однако дух их, окрыляемый под воздействием Духа Святого, самым событием рождения Претечи, таинственно подвигнут был на радость, и они увидели в этом событии как бы некоторое уверение в том, что дождутся чаемого Мессии. В восьмой день по рождении Претечи пришли священники и родственники Захарии в дом его для участия в обряде обрезания младенца. При этом они хотели назвать его именем отца Захариею. Но мать младенца не соглашалась на это. Имея мужа пророка и родив пророка сына, святая Елисавета была и сама исполнена пророческого дара. И по пророческому предвидению настаивала, чтобы ее сына нарекли тем именем, которым повелел наречь его ангел. От своего мужа она не могла слышать об этом, ибо Захария возвратился из храма в дом свой, имея как бы связанный язык, и не мог рассказывать своей супруге, что он видел ангела, который благовестил ему о зачатии сына и повелел при этом наречь ему имя Иоанн. Итак, наставляемая Духом Святым, святая Матерь называет младенца Иоанном пророчески, как она и прежде пророчески познала пришествие к ней Матери Божией, когда говорила «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Тогда священники и родственники стали знаками вопрошать Захарию, как бы он хотел назвать младенца. Тот испросил дощечку и на ней написал «Иоанн» имя ему. И тотчас же отверзлись уста Захарии, и язык его разрешился от узни моты, и он стал говорить, прославляя Бога. Все дивились столь многим чудесам, которых свидетелями они были. Изумлялись и тому, что состарившаяся родила младенца, и тому, что немодствовавший отец мыслил о имени сына одинаково с матерью, и тому, что немой, по написанию имени, стал говорить, и написанное рукой произнес языком, как будто имя Иоанна было ключом для уста отца, которые после написания Захарию этого имени отверзлись для прославления Бога. Слушая речи Захарии, все дивились и ужасались еще более, и поведали о всем виденном и слышанном во всей горней стране Иудейской, то есть в пределах священного города Хеврона, которым был дом Захарии. Город этот, с его пределами, еще во дни Иисуса Новина, отделен был священническому племени Аарона. От Иерусалима он отстоял на расстоянии восьми часов пути и был расположен немного дальше Вифлеема, на возвышенном месте. Горним градом он назывался из-за высоких гор, на которых он был расположен. При этом пределы его носили названия горней страны, как о том написано в евангельском повествовании о путешествии при Святой Богородице к ее родственнице Елисавете. Встав же Мария во дни Исии, из Назарета Галилейского, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, то есть в Хеврон, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Таким образом, здесь-то, в Хевроне, в горнем граде колена Иудова, посреди Нагорной страны, и происходили все те изумительные и чудесные события, о которых было говорено выше. И все, слышавшие об этих событиях, много дивились и с недоумением думали, что будет младенец сей. И рука Господня была с новорожденным отроком, умножающая в нем действия благодати Божией и соблюдающая его от меча Ирода. Ибо о чудесном рождении Иоанна дошел слух и до Ирода, и он много дивился ему, говоря в себе, что будет младенец сей. Когда же родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме Иудейском? И с востока пришли волхвы и расспрашивали о новорожденном царе Иудейском. Тогда Ирод, послав Вифлеем воинов с повелением избить там всех детей мужского пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии, о котором он слышал много чудесного, и стал размышлять, не он ли будущий царь Иудейский. Поэтому, терзаясь злобою, он задумал убить и его, и с этой целью нарочито послал убийц в Хеврон, в дом Захарии. Однако посланные не нашли святого Иоанна. Когда начались в Вифлееме безбожные убийства детей, то глаз и вопль бывшей Вифлееме дошелы до Хеврона, отстоявшего от города Давидова в недалеком расстоянии. При этом здесь узнали и о причине бывшего Вифлееме плача. Святая Елисавета, взяв отрока Иоанна, тотчас же поспешно отправилась в высочайшие горы пустыни. В это время святой Захарий находился в Иерусалиме, исполняя приучившуюся череду служения своего. Сокрывшись в горах, святая Елисавета со слезами молилась Богу, прося его защитить ее с отрока. И когда с высоты гор она увидела приближающихся воинов, то возопила, обратившись к каменной скале, «Гора Божия, прийми матерь с чадом!» И тотчас раступилась гора, приняла Елисавету с отроком Иоанном внутрь и таким образом скрыла их от настигавших убийц. Так воины, не найдя искомого, возвратились к пославшему их с пустыми руками. Тогда Ирод послал в храм Захарии оруженосца своего сказать ему, «Отдай мне сына твоего». Святой Захарий ответил, «Я служу теперь Господу Богу Израилеву, а где в настоящее время сын мой, того не знаю». Ирод сильно разгневался и снова послал к Захарии оруженосца сказать ему, что если он не выдаст сына, то умрет сам. И пришли к нему воины, свирепые, как звери, готовые совершить повеление беззаконного царя и с яростью говорили священнику Божию, «Где ты скрыл своего сына? Выдай нам его, ибо царь приказал нам тотчас же убить тебя, если ты не выдашь нам сына своего». Захарий на это мужественно ответил, «Вы убьете тело мое, Господь же примет мою душу». И тотчас убийцы, исполняя беззаконное повеление, устремились с яростью на святого и убили его между церковью и алтарем. Пролитая кровь его, впитавшись, осталась на мраморе и сделалась, как камень, во свидетельство преступления Ирода и его вечного осуждения. Между тем Елисавета, сокрытая Богом вместе с Иоанном, пребывала в раступившейся горе. В ней, по Божьему повелению, образовалась для них пещера. Вблизи нее явился источник и выросла финиковая пальма, полная плодов. Всякий раз, как наступало время принятия пищи, дерево преклонялось, когда же они насыщались плодами, снова выпрямлялась. По прошествии сорока дней после убиения Захарии, святая Елисавета приставилась в упомянутой пещере. С того времени святой Иоанн, питаем был ангелом, до своего совершеннолетия, хранимый до дня явления своего израильскому народу. Так хранила и покрывала рука Божия святого Иоанна. Да предыдет он пред лицом Господнем, духом и силою Илеиною, и уготовит путь Ему, грядущему спасти род человеческий. За все это дославится Христос, Бог и спас наш, со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok